Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в субботний день, в День памяти апостола-евангелиста Луки, за богослужением читаются два отрывка из написанного им Евангелия. В память о святом, глава 10, стихи с 16 по 21, и рядовое чтение, глава 6, стихи с 1 по 10. Послушаем рядовое евангельское зачаво в прочтении Отца Александра. Во время Он, охождаши Иисус в субботу сквозь осенья, и восторгах у ученицы Его классы, и едях устирающих руками, не цыжат фарисея реша им, что творите Его же недостоит творите в субботы. И отвечав Иисус рече к ним, «Ни ли сего члисте, я же сотвори Давид, егда взалкася сам, и иже с ним бяху, кака в ниде в дом Божий хлебы предложения взем и еде, и даде и сущим с ним, их же недостоиши ясти, токма единим иереем». И глаголоши им, «Яко Господь есть Сын человеческий и субботе, бысь же и в другую субботу, в нити Ему в сонмище и учите, и бе тама человек, и рука Ему десна и бе суха, на зирах уже книжницы и фарисеи, аще в субботу исцелит, да обрячут речь наань, он же, ведеша помышления их, и рече человеку имущему суху руку, восстани и стани посреде, он же, восставста, рече же Иисус к ним, вопрошу вы, что достоин субботы добро творите или зло творите, душу спасти или погубите, они же умолчаша, и, возрев на всех их рече Ему, простри руку твою, он же сотвори тако, и утвердись, рука Его здрава, яко другая. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. В субботу, первую по втором дне Пасхи, случилось Ему проходить за сеянными полями, и ученики Его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им, зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы? Иисус сказал им в ответ, разве вы не считали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий, взял хлеб и предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ними, и сказал им, сын человеческий, есть господин и субботы. Случилось же и в другую субботу войти Ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за Ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против Него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку, встань и выступи на средину. Он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус, спрошу я вас, что должно делать в субботу, добро или зло? Спасти душу или погубить? Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку, протяни руку твою. Он так и сделал. И стала рука его здорова, как другая. Евангелист Лука отмечает, что в первую субботу по втором дне Пасхи Господь проходил засеянными полями. Примечательно, что фарисеи почти везде и всегда следовали за Иисусом Христом, отслеживая каждый его шаг и придираясь ко всякому нарушению их обычаев и преданий. Следовали они за Спасителем и теперь. И когда увидели, что проголодавшиеся ученики его срывали колосья, растирали их руками и ели зерна, тотчас же заметили, зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы. Иисус в ответ на обличение фарисеев процитировал им событие из Ветхого Завета, изложенное в 21 главе Первой книге Царств и повествующее о том, как Давид и его спутники, гонимые Саулом, пришли вновь к священнику Ахимелиху и просили у него хлеба для утоления голода. У священника не было простого хлеба, и потому он дал Давиду хлебопредложения. Хлебами предложения назывались «12 хлебов, которые клали каждую субботу на особом столе из массивного золота сначала в скине, а после в храме пред Господом от сынов Израилевых». Эти хлебы как бы предлагались Богу, перед которым были положены, и поэтому получили название «хлебов предложения». Каждую субботу их заменяли новыми хлебами, а снятые должны были есть священники на том святом месте, где они были положены. Борис Ильич Гладков пишет, «Если мучения голода, которые испытывал Давид, заставили первосвященника нарушить закон о хлебах предложения, если таким образом помощь ближнему в нужде выше соблюдения буквы закона, как милость выше жертвы, то и ученики Иисуса, утоляя свой голод зернами из срываемых колосьев, могли нарушить закон субботнего ничего не делания в том виде, как понимали его фарисеи». Как видно, все внимание фарисеев было направлено на одни только жертвы и установленные преданием обычаи. Фарисеи перестали понимать, что нельзя приносить в жертву букве закона то, что составляет цель и назначение человека, а именно проявление любви к ближним и совершение добрых дел. «Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить». К этому времени противники Иисуса выступали уже совсем открыто. Он учил в синагоге в субботний день, а книжники и фарисеи пришли наблюдать, не исцелит ли он кого-то, чтобы обвинить его в нарушении субботы. Господь желает объяснить фарисеям, что не грешно делать добрые дела в субботу, приказывает человеку, имеющему сухую руку, стать посреди синагоги, чтобы все могли видеть его, и задает фарисеям вопрос. Что должно делать в субботу? Добро или зло? Спасти душу или погубить? Епископ Михаил Лузин поясняет, «Господь, как всеведущий сердцеведец, видел лукавые помышления фарисеев, с которыми они наблюдали за его действиями, и видел лукавство этого вопроса, который они предложили ему по этому случаю, и в ответе своем уловил словом мнимых хитрецов слова». Христос не стыдится и не страшится исповедовать истину благодати и милости, и чтобы доказать фарисеям, что должно творить добро в субботу, тотчас же, всенародно, исцеляет Сухорукова одним своим словом. Тем самым Спаситель обозначает важный принцип. «Независимо от правил и установлений, сделавший доброе дело в субботу, поступает правильно». Евангельское чтение сегодня призывает нас задуматься о следующем. Можно усердно читать Священное Писание, знать его даже наизусть, но не понимать его истинного смысла. Нам же, дорогие братья и сестры, остается помнить, что добрые поступки, проявление милосердной, сострадательной любви и служение ближнему превыше всего. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова